КОЛОНКА РЕДАКТОР Если сборная Украины, олимпийская сборная Украины привозит одну, а может и две медали, это большое событие. Наша страна, расположенная далеко не в тропиках, где снег, лед, что-то из ряда вон выходящее, довольствуется малым. Вы не пробовали ответить себе на вопрос, особенно та часть нашей аудитории, которая следит за спортивными событиями, может сама занимается спортом. Почему так происходит? Вторую олимпиаду подряд от полноценного такого закругленного позора Украину спасает наш фристайлист Александр Абраменко. В Корее 4 года назад было золото, в этот раз 33 года спортсмену, самый старший был участник, он завоевал серебро, которое тоже сродни золоту. Я обратил внимание, что никто из руководства страны, нашего единственного медалиста на Олимпиаде вообще никак не поздравил, может быть, как-нибудь потом какую-то, может быть, грамоту, медаль. То, что инфраструктуры, на которой должен тренироваться наш Александр и его наследники спортивные в Украине нет вообще, это, кажется, никого не интересует. Задавали подобные вопросы министру спорта, тоже олимпийскому чемпиону, правда, по фехтованию. Почему нет соответствующей инфраструктуры? Ведь у Украины уже, по сути, зародились традиции в акробатике, зародились традиции во фристайле. Ну, на самом деле, они зародились не после победы Александра Абраменко, а очень много наших спортсменов, только под флагами других государств, завоевывали олимпийские награды, выходцы из украинских городов. Но увидели, что с инфраструктурой здесь полный вообще, как бы, ну, скажем так, беспорядок, мягко говоря. Они вынуждены были переехать даже в Республику Беларусь и для этой страны уже завоевывали награды. Уже стал притчей во языцах трамплина в Николаеве, который вы видите на своих экранах. На нем начинал тренироваться юный Александр Абраменко. На нем можно было готовить начинающих фристайлистов, акробатов. Ну, и уже затем, разумеется, где-то поближе к Карпатам построить что-то подходящее. Но трамплин в Николаеве продолжает гнить, ничего подобного в Карпатах не строят. Так вот, я о словах министров, извините, я немножко отвлекся, эмоции переполняют. Министр Гуцайт говорит, что легче дать денег и пусть наш спортсмен тренируется перед Олимпиадой, за рубежом мы его всем необходимым обеспечим. Но, опять же, не так давно было интервью с Александром Абраменко и с его тренерским штабом, которые дали понять, в общем-то, расписали ситуацию. Люди специалисты, профессионалы гораздо разумнее, может быть, где-то даже экономичнее, целесообразнее иметь свою инфраструктуру именно в Украине. А не вот ездить где-то, побираться, раз в полгода тренироваться, устраивать какие-то сборы, посвященные Олимпиаде. Но, кого интересует то, что говорит олимпийский чемпион, мультимедалист Олимпиад, уникальный человек. У нас чиновники в Киеве лучше знают, как быть в такой ситуации. Но Александр Абраменко – это главный, единственный плюс нашей страны, нашей Украины на зимней Олимпиаде. Теперь переходим к не таким приятным новостям. Как я уже говорил, мне трудно понять, почему в стране, где есть нормальная зима, где еще кое-как функционируют катки, где даже есть лыжные трассы, нет нормальных тренеров, нет нормальных спортсменов. Посмотрите на результаты наших лыжников, лыжниц. Они приезжают к финишу 76-ми, 65-ми, практически демонстрируя результаты, идентичные тем, которые когда-то показывали кенийские лыжники. Это удивительно. Посмотрите на наших фигуристов. Да, у нас есть проблемы, может быть, с катками профессиональными, но у нас есть вроде бы школы. Или нет у нас школы, или нет у нас тренеров. Спортсмены занимают 20-е место, 19-е, и они довольны этим результатом. И получается так, что еще в 90-е мы имели, мы Украина, Одесса, имели своих олимпийских чемпионов, участников Олимпиады, которые боролись за высокие места, пусть не за медали. И мы довольствуемся тем, что у нас 20-е место у наших фигуристов. Посмотрите на некогда медальный вид спорта для Украины, биатлон. До сих пор по привычке мы смотрим трансляции этапа Кубка Мира. Куда это все подевалось? Ждем каких-то чудес от Дмитрия Педручного, от Юлии Джимы. Причем к Юлии Джиме долгое время по ходу этой Олимпиады не было таких претензий. Она действительно показывала лучшие результаты. Но пришла эстафета, Юлия провалилась. Затем мастарт. Юлия тоже настреляла не лучше, не намного лучше, чем остальные спортсмены. Но очень много проиграла хода. Проблема в том, что в отличие от других своих, о товарищей по команде, сокоманде Юлия даже не выходила к журналистам, не общалась. То есть она живет в своем замкнутом мире. Ты хотя бы побеждай. Хотя бы, ну ладно, побеждай. Показывай результаты, чтобы потом нас, журналистов, можно было, выражаясь на языке спортсменов, умыть, поставить на место. Поставить на место не получается, потому что результаты не позволяют этого. Ну, Юлия Джима еще неплохо откатала свою программу. А что касается чемпиона мира Дмитрия Педручного, я помню, как уже не успел забыть, как на протяжении долгого времени Дмитрий, который выиграл чемпионат мира по счастливой, ну не скажу случайности, потому что случайных побед не бывает, но тем не менее, затем Дмитрий ни разу просто не заехал в призы на этапах купка мира, а в индивидуальных гонках практически выпрашивал квартиру у государства Украины, мол, я чемпион мира, а ко мне нет никакого почета и уважения. В чем-то Дмитрий был прав. Я, может быть, скептически отношусь к его вот такому самопризнанию, я чемпион мира и обладатель 20 какого-то места на Олимпиадах, не имею там своей квартиры, ничего не имею. Но давайте все-таки посмотрим на проблему глубже. Дело не в бытовых условиях. Дело в том, что на каком-то этапе Украину, украинских спортивных чиновников стало полностью устраивать то обстоятельство, что одну медаль привезли, молодцы, две медали привезли, очень хорошо, здорово. А представляете, если бы так получалось, чтобы спортсмены привозили 7-8 медалей. Вот это надо было вкладывать еще больше денег в спорт. Есть успехи на Олимпиаде, можно больше вкладывать в массовый спорт, в детский спорт. Так что где-то в глубине души наши спортивные чиновники рады, наверное, что у нас всего лишь один. А медалисты, они опять будут обещать, что мы обратим внимание на проблему трамплинов, мы будем развивать, будем обещать. Устал я от этого. Но еще больше огорчило даже не выступление наших спортсменов, а были еще наши легендарные саночники. Помните, да, как традиционно Андрей Монзи, который некоторое время назад обращался к украинскому государству. Вот, постройте самую последнюю трассу. Он опять не доехал нормально до финиша, сани приехали отдельно, Андрей отдельно. Нет, я не смеюсь, я просто грустно иронизирую. Ну, какая сано-бобслейная трасса в Украине? У нас не принято нашему бизнесу и государству вкладывать какой-то санный спорт, бобслейный. Ну что, ну где это? Вот футбол, да. Вот на футболе мы лучше попиаримся. На баскетболе. Здесь нет правды, я просто констатирую, неоднозначные совершенно мысли по поводу грустного и традиционно провального выступления сборной Украины. Ну и это еще не все. На Олимпиаде официально было консую, да, зарегистрировано не так много случаев обнаружения допинга. Два из них у наших спортсменок. Наша лыжница была поймана на допинге, которая пришла 70 какой-то, извините, я не уточняю. И нашего пслистка, которая пришла последней, 20. Как же надо принимать допинг, чтобы все равно приходить последними? В голове не укладывается. Это тоже большой позор для всего спортивного олимпийского движения. Конечно, там последние места, никто не будет глубоко расследовать, но от этого неприятнее не становится. Украина, к сожалению, не спортивная страна и с точки зрения олимпийского движения точно. Летние игры это показали, колокол прозвенел, а зимой он звенит уже громко и не один раз. Я задаю вопрос руководству Олимпийского комитета, Национального олимпийского комитета нашему министру будут какие-то кадровые решения. Подумайте об этом, господа, и подумайте об этом, уважаемые зрители. Оставайтесь на репортере. Это была колонка редактора. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова